И снова всем здравствуйте! В этот раз хотелось бы порассуждать о двигателях Lada Sport. Сначала рассмотрим Kalin Sport первого поколения. Знаете, чем у неё отличается двигатель от обычной? Правильно, ничем. Хотя можно отметить, что используется своя прошивка с индексом 11196, но при этом официальные характеристики по мощности кричащему моменту абсолютно идентичны простому 126 Priora Motor. А в позорном спорте с двигателем 1.4 литра я особо даже и упоминать не хочу. Следующей спортивной модификацией, которая увидела свет, была Kalina 2 Sport. Кроме всяких визуальных отличий, шаловливые ручонки Lada Sport наконец-то добрались и до двигателей. Первое отличие – это забор холодного воздуха. Реализуется посредством такой детали, которую в простонародье окрестили чебурек. Но, как известно, первый чебурек комом и в самых ранних партиях были с ним проблемы. То ли конструктивный просчёт, то ли такое изготовление, но от разрежения на впуске эта забавная деталюшка схлопывала щель забора воздуха и машина плохо ехала на верхах. Спустя некоторое время контора Lada Sport нашла, в чём была причина, но пока всё это пытались исправить с поставщиками, определённый период машины собирались с обычным штатным воздухозаборником. Но самое главное отличие – это, конечно же, распредвалы. Тут они увеличенного подъёма и с более широкой фазой. Большинство людей сходится во мнении, что параметры таких валов – это подъём 9,5 мм впуск фаза 286 и 9,1 мм впуск фаза 230. По всей видимости, валы наварка с последующей перешлифовкой, и база уменьшена с 33 мм до 31 мм. Ещё, конечно, забавный момент про Lada Sport – это то, что двигатели им приходили в сборе с конвейера, они его вскрывали и меняли распредвалы. Причём не всегда аккуратно, и вся последующая сборка авто уже происходила там же. Также, из отличия от обычных авто, это полностью прямоточный резонатор и глушитель на 51 мм трубе. И, естественно, своя прошивка под это всё железо. Кстати, отсечка тут срабатывает на 6700 оборотах, а не на 6200, как по штату. Все изменения вместе позволяют развить 150 Нм момента при оборотах 4750 и 116 л.с. при 6000. На Lada Gran to Sport устанавливали абсолютно аналогичный мотор. А теперь к мякотке, а именно о двигателе Calino NFR. Чебурек на впуске тут аналогичен другим спорт-версиям. Впускной ресивер NFR, он же TMS, то есть торгмаш. Он более правильной формы, нежели обычный пластиковый. Форсунки Bosch увеличенной производительности и с большим количеством отверстий в распылителе. Кстати, позаимствованы у Nissan Micro. Распредвалы здесь свои, параметры, к сожалению, мне неизвестны. Также применялся достаточно интересный кат-коллектор с удлинёнными первичными трубами. Вот такого плана осьминожек. На нём даже штатно размещалась термозащита. Выхлоп тоже прямоточный, как и на обычных спортах, но диаметром побольше. А именно 63 мм. Официальные характеристики гласят о 154 Нм момента при оборотах 4750 и 136 л.с. при 6800. Кстати, забавный момент. Официальное руководство не разрешает Calino NFR буксировать прицеп. Ну и напоследок Vesta Sport 1.8. Это самый мощный шпротодвигатель, который развивает 182 Нм момента при 3600 оборотах и 145 л.с. при 6000 оборотах. Отличается от штатной версии другим коробом воздушного фильтра с холодным забором воздуха. Иными распредвалами подъём на впуске увеличен с 8,7 мм до 9,3 мм. А на выпуске с 7 до 7,6 мм. По фазам вроде как впуск 280 градусов, выпуск 250. Также выхлопная система увеличенного диаметра. Правда, какого точно неизвестно. Ну и конечно же другая прошивка под это всё безобразие. Вот такой он заводской спорт. На этом у меня всё. Пишите комментарии по поводу. Возможно где-то были неточности или что-то я упустил. Оценивайте видео, а может даже подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр и всего хорошего.